Олегович, можно, пожалуйста, ваш комментарий по встрече? Хорошо, поэтому не все получилось, но игра уже в истории. Будем готовиться к следующей игре. Спасибо. Коллеги, давайте с конференц-зала начнем. Берите микрофон. Да, Александр Ярухин в тени рекордов. Добрый вечер. Ваши команды сегодня третье поражение подряд. Что вообще хватает вашей команды? Что нужно делать для того, чтобы вернуться на этот бой? Ну, вы не знаете внутреннюю ситуацию. Есть и больные, и все. Поэтому приходится менять. Тройки, звенья, пара защитников. Да, непростая сейчас ситуация у нас. Но ребята выходят, бьются каждую игру. Не все получается, потому что новое сочетание в тройках. Ну, ничего. Будем работать дальше, готовиться к следующей игре. Коллеги, будут ли еще вопросы с конференц-зала? Коллеги из зума, пожалуйста, подключайтесь к Игорь Олеговичу. Будут ли вопросы? Вопрос только один по Хохлачеву. Как вы считаете, выбраться не везли? Это вина Хохлачева? Что ж, я не раз слышал. По эпизоду, когда Алексей Бывальцев получил травму, вас интересуются, есть ли в этом вина Хохлачева? Я даже не могу эти моменты обсуждать, честно говоря. Надо смотреть видео, но это игра, это хоккей, любая травма может случиться. Поэтому не думаю, что нужно обвинять нашего игрока в этом. А он убил этот колено после окончания игрового эпизода? Ну, знаете, въезжает сегодня тоже много кто въезжал из игроков трактора. Это ни о чем не говорит. Поэтому вам так показалось, нам по-другому кажется. Спасибо, коллеги. Спасибо, Борис Заревич. Спасибо.